Я сегодня принял решение, очередное. Наталья Ивановна идет в Совет Республики, Михаил Иванович Русый. Антоний Михайлович, я вчера говорил о том, что он будет направлен в Верхнюю Палату Парламента. Ну и Сергей Анатольевич, я думаю, вам также уже передали мое мнение о направлении вас вот четверых в Совет Республики. Я не стану скрывать, конечно, это дело Сената, как решать кадровые проблемы, но я хотел бы руководителем Сената видеть Наталью Ивановну и заместителем Анатолия Михайловича. Я еще раз подчеркиваю, все это не принципиально, поскольку все сенаторы имеют одинаковые права, но Наталья Ивановна большой опыт, очень большой административный работ, человек, пришедший снизу. И на ней, тем не менее, лежит ответственность еще по работе в администрации президента, пока новый глава администрации не войдет в курс дела. Что касается администрации президента, то, Игорь Петрович, я сошелся на вашу кандидатуру. Много было обсуждений, разговоров там и так далее. Но что меня склонило больше всего? Ваша работа в Комитете госбезопасности была связана как раз с проблемами, которыми приоритетно занимается администрация. Это кадры, это чистота кадров, это политические вопросы, социально-политические. Вы очень хорошо этим владеете. Это политический штат президента, это фактически лицо президента, администрация президента. Поэтому я так долго колебался, перебирая разные там предложения, и думаю, что для вас это будет работа подходящая. Да я и с Вакульчиком говорил, и предупреждал его, что ему придется с главой администрации сотрудничать тесно. Ну и Наталья Ивановна от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать ей. У нее большой опыт. Это очень тяжелая работа. В администрации очень тяжелая, а главой администрации это горячая сковородка. Вы человек-патриот, тоже это очень важно. Вы преданный делу человек, вы опытный человек. Ну, надо нам поработать всем так, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить ту работу, которую мы начали, и смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну. Что касается вас, Ольга Ивановна, я думаю, что вы как человек ученый, человек образованный, что там говорить, вы просто можете усилить администрацию президента. Потом у вас опыт конституционной работы. Нам придется организовывать эту работу, потому что запрос в обществе уже существует на новую конституцию. Нам придется корректировать, как минимум корректировать некоторое положение конституции, переформатировать. Власть придется, где-то догрузить парламент, правительство и так далее. Ну, будем смотреть. Конечно, глава администрации этим будет заниматься, но весь груз ответственности ляжет на вас. Государственное правовое управление администрации – это чистилище, это фильтр. Через него не должны пройти нормы законов, которые будут во вред государству, которые будут разрушать тот курс, который сегодня принят. То есть очень много таких моментов, но это мы обсудим потом более конкретно. Но работы там хватит, и нам очень сейчас нужно, и это востребовано жизнью человек от науки. Человек, который умеет донести до людей языком юридическим, а иногда и простым языком, сложные юридические понятия и нормы, до людей, которые умеют разговаривать любой аудиторию. Продолжение следует...